Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На Поляне стартовал конкурс «Человек года-2016». В этом году конкурс будет вокальным. В исполнение можно брать песни из репертуара участников Дома-2. Все ребята волнуются, потому что петь умеют только немногие. Татьяна Владимировна Африкантова рассказала, что будет сразу три приза. Это квартира и еще парочка сюрпризов. Продюсер телепроекта Алексей Михайловский сообщил, что скоро стартует новый проект. Он сказал, скоро в Доме-2 будет свой прямой эфир, ведущими будут бывшие участники. У каждого зрителя будет возможность по бесплатному телефону задать любой вопрос участникам или ведущим эфира и высказать любое мнение. Главное требование – говорить без мата. Также в этом эфире мы будем проводить бесплатное голосование, как наказать провинившегося участника или как участнику поступить в той или иной сложной ситуации. Как мы вам уже рассказывали, Даша Сухорученко, которая пришла к Денису Козловичу и строит с ним отношения, сильно ревнует парня к Наталье Бичан. Чтобы насолить Денису, Даша выразила симпатию Богдану Бобрику. Бобрик ей ответил, что он любит Настю Волынец и у Даши нет шансов. Сухорученко пишет, но несмотря на это он мне сделал сумасшедшее свидание в стиле Садамаза, чего, собственно, мне и не хватало. А Наталья Бичан отрекается от Дениса Козловича и говорит, что никакого отношения к нему не имеет. С Денисом мы даже не общаемся. Я понятия не имею, что происходит в жизни человека и кто его новая девушка. Так что давайте тему с Денисом закрывать, это уже не смешно и даже не интересно. Скучно. На проект вернулся Андрей Чуев. Мама Марины Африкантовой Татьяна Владимировна рассказывает. Приехал Чуев на поляну и, как вы думаете, что он стал делать? Правильно, поясничать и просить у Марины прощения. Разговор очень бурный у них. Мне так хотелось вмешаться и еще в сотый раз убедить Марину, чтобы она не теряла голову. Но видно, что ничто ее не может убедить, что это равносильно смерти. Возвращаться туда, где тебя бьют, это садизм. Не знаю, почему это так. Наверное, Марине нужна помощь психолога. Но Марина пока не прощает Андрея. Чуев же не сдается. Он даже предложил девушке отказаться от участия в конкурсе «Человек-года» в ее пользу. Также Андрей Чуев наконец-то развелся. Он выложил в сеть доказательства. Дима Дмитренко в видеоблоге рассказал о возможном приходе на проект его мамы. «Она читает все посты, смотрит Дом-2, сидит на нашем сайте», сказал Дима. «Она готова прилететь на поляну, если ведущие ее пригласят». У Стеллы Мунасыповой и Андрея Черкасова конфетно-букетный период в отношениях. Они дарят друг другу подарки. Стелла пишет, «Он не перестает меня радовать. Спасибо, милый». Ольга Рапунцель проводила кастинг, и к ней пришло всего четыре человека, один из них Николай Барановский. Надя Ермакова откровенно посмеялась над Ольгой в видеотрансляции. Рапунцель же плачет. Она же постоянно говорит о том, что просто незаменима и очень востребована у мужчин. Подписчики Ксении Бородиной были крайне озадачены, когда обнаружили, что ее микроблога больше нет, а ведь там было около пяти миллионов подписчиков. Аккаунт Ксюши взломали злоумышленники. Бородина догадывается, кто стоит за этими действиями, и надеется в ближайшем времени вернуть свой микроблог. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.